Продолжение следует... 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 Ну и в конце мы обязательно разберем одну пробную партию, сыграем ее в режиме онлайн. И вы сможете по ней задать свои вопросы, вы увидите, особенно начинающий, как проходит игровой процесс в игре ГО, с каких ходов лучше начинать, как лучше развиваться в игровом процессе. Все это будет освещено уже в третьей части нашего вебинарчика, когда мы будем разбирать партию небольшую. Сегодня мы пройдемся по доске 13 на 13, это средний формат доски. Наша основная задача это понять, как играть в ГО. Наш вебинар ориентирован в большей степени на начинающих игроков, но опытных игроков я в том числе тоже рад видеть. Предполагаю, что участники еще будут подключаться к нашему вебинару. Минут 10 ближайшие, может быть, кто-то подойдет, или, быть может, у вас есть возможность кого-то еще пригласить из своих знакомых, с кем бы вы хотели в будущем играть в ГО. Поэтому я начну немножечко издалека. Я постараюсь кратко обозначить основные исторические вехи, происхождение и распространение игры ГО. После этого мы перейдем к основной теме нашего вебинара и к правилам игры. Итак, начнем. Игра ГО – древнейший из игр, сохранившихся на нашей планете в своем первозданном виде. По разным оценкам ей более 4000 лет, и никому достоверно неизвестно, где именно и при каких обстоятельствах она была изобретена. Есть достаточно много версий происхождения игры. Это и легенда Египта, тибетской культуры игры ГО. Упоминания похожей игры есть в ведах. Много сторонников версий о внеземном происхождении игры. Если вам интересно услышать о чем-то подробнее, пишем в чате. Я одну из этих версий осуществлю более подробно. Для меня наиболее документально достоверной выглядит версия о появлении игры ГО в Китае в периоде 24-23 века до н.э. Китайская легенда рассказывает о мифическом императоре Яо, спустившемся с неба и правившем с 2357 года до н.э. Согласно легенде, император Яо через игру ГО обучал своего наследника важным для будущего правителя навыкам. Очень часто можно услышать, что ГО китайская игра, но если подходить все-таки более глобально, то в целом это восточное стратегическое искусство, и оно развито очень широко в Японии, Корее и ближайших странах. Что касается легенды о происхождении игры ГО, которая есть в ведах, упоминания. Это, конечно, лишь гипотеза, которую можно трактовать в нашу сторону, что упоминается в ведах именно игра ГО. Но действительно есть факт, что там упоминается игра, из-за которой произошла Великая война. Упоминаются две страны, черное и белое, деление территории. Была ли эта игра ГО достоверно? Сложно сказать, потому что там не упоминается название этой игры. Упоминается лишь то, что одна из великих войн между арийской цивилизацией, цивилизацией дракона, скажем так, современным Китаем, она произошла именно на почве игры. То ли кто-то жульничал, то ли кто-то нечестно играл, то ли кто-то выиграл, кто не должен был выиграть. Там нет достаточно больших подробностей о том, как она происходила. Есть просто упоминание, что из-за какой-то игры произошла война, в которой была уничтожена половина цивилизации. Да, многие из вас, наверное, слышали, что игра ГО применяется в различных совершенно сферах жизни. Есть такая японская поговорка «ГО – зеркало жизни». И действительно, скажем так, принципы, стратагемы, которые применяются в игре ГО, можно перекладывать в различные области деятельности, в учебе, работе, ведении бизнеса, военной стратегии. И многие китайские трактаты, они напрямую, скажем так, имеют отсылку к игре ГО, и то, что изложено как военная стратегия, очень прямо, буквально, дословно, применяется в игре ГО. Есть такие стратагемы. Ну, одна из стратагем китайских – прежде чем напасть на западе, подними шум на востоке. Скажем так, прежде чем начинать активность в одной части доски, хорошо иметь подготовленный патсдарм в другой части доски. Вот. Такой стратегический прием иногда используется в игре ГО, когда создается как бы отвлекающий атак в одной части доски для того, чтобы подкрепить последующую атаку на противоположной стороне доски. ГО – все взаимосвязано. Вернемся к истории. В Японии и Корее игра появилась значительно позже, чем в Китае. Это примерно VI-VIII век уже нашей эры. Попала она туда, скорее всего, с переселенцами из Китая, когда в Китае были определенные репрессии. Но у самих японцев есть красивая легенда о министре Кибино Макиби, который служил при дворе принцессы Хокин в примерно VIII веке нашей эры. Она отправила его в командировку в Китай на 18 лет с целью привести все лучшее, что найдется в китайской культуре. Ну и министр Кибино Макиби привез большой багаж предметов, которые он купил за 18 лет. И в том числе он привез с собой навык умения играть в ГО. Обучил весь японский императорский двор. И с того времени это стало очень популярным придворным искусством, искусством императора. Через эту игру обучались наследники престола, играли придворные. И были периоды, когда простым людям даже запрещалось играть в эту игру. Особенно жестко в этом плане было в Китае, когда был период времени примерно XVI века. Если простолюдина заставали за игрой ГО, то ему сначала отрубали руку. Если он оставшийся рукой продолжал играть в ГО и попадался на этом еще раз, то его просто казнили. Правители считали, что доступ простых людей к игре ГО поможет им развить стратегические навыки, и они смогут поднять успешный бунт и свергнуть императора правителя. А правление в Китае было достаточно жестким. Да, меня спрашивают, запись лекции будет? Сейчас запись уже запущена, и все это можно будет послушать. В нашей группе ВКонтакте, VK.com, GoOnline выкладываются все видеозаписи наших лекций, нашего обучения. Их там можно посмотреть. Я на самом деле очень благодарен тем участникам, которые приходят на вебинары вживую, потому что так нам общаться гораздо комфортнее, мне интереснее вам рассказывать. Я рассказываю подробнее, когда много участников находится на вебинаре, на встрече. Это создает больше мотивации. Я, конечно, видел, что те вебинары, которые уже были проведены и выложены, они уже там собрали по 50-100 просмотров. Это 50-100 участников, которые не дошли до наших вебинаров. Общаться вживую было бы, конечно, гораздо интереснее. Поэтому у меня к вам просьба также приглашать своих знакомых впоследствии на наши вебинары. И тогда я буду озвучивать все новые и новые темы. У нас на подходе тема по философии игры Go, восточной бизнес-стратегии, Go в воспитании и обучении детей, применение Go именно в семейном развитии, по психологии Go. Такие темы у нас тоже в вебинарчиках будут. Ну и напрямую это зависит от вашего интереса, от того, сколько людей будет ходить на вебинары и какая у меня будет к этому мотивация. Итак, продолжим. Что касается игры Go в России, в России игра Go появилась значительно позже, в 20 веке. В начале 20 века есть первое упоминание, что игра Go в России была, ее привозили, рассказывали в различных аудиториях. Но наиболее массовое распространение началось в 1975 году через журналы «Наука и жизнь», через серию публикаций в этих журналах. Тогда по всему Союзу начали появляться множество секций и клубов игры Go. Люди не сидели в интернете, они читали книжки, читали журналы. И «Наука и жизнь» — это как в «Контакте» сегодня, такой же популярностью обладал, такой же объем прочтения. И даже лучше доносилась информация, чем сейчас через соцсети. С 1984-го игра Go признана официальным видом спорта. Собственно, это уже к нашей теме ближе. И в настоящее время проводится огромное количество соревнований различного уровня. Ну, подробно о соревнованиях я расскажу чуть позже. Я надеюсь, что все, кто хотел к данному моменту присоединиться к нашему наружу, присоединились, и мы приступим к основной теме. Чтобы вы настроились на игру Go, на ее дух, на ее характер, я вам расскажу одну реальную историю, прямо относящуюся к сегодняшней нашей теме. Go как захватывающий интеллектуальный спорт. Расскажу я вам про партию атомной бомбы. Это одна из легендарных партий в Go. Она сейчас перед вами. Она относится ко Второй мировой войне, как многие из вас, ну, из тех из вас, кто знает хорошо историю. В 1945 году закончилась Вторая мировая война, но в Японии она закончилась несколько позже. И 6 августа на Хиросиму была сброшена атомная бомба американскими войсками. И в это же время в пригороде Хиросимы проходила партия за один из высших титулов игры Go, за титул Ханимба. До сих пор это один из высших титулов в мире, в котором обладает только один игрок. И периодически этот титул передается. Было не так уж много людей, кто обладали этим титулом. Так вот, 6 августа проходила одна из игр розыгрыша титула Ханимба. Изначально эта партия планировалась с самой Хиросиме, тогда бы мы о ней ничего не узнали, конечно. Вот. Но по настоянию, скажем так, коменданта Хиросимы партия была перенесена. Он запретил проводить какие-либо игры в Хиросиме, которые в то время подвергались активным бомбардировкам. И это было просто небезопасно. Вот. Утром 6 августа эта партия шла своим чередом. Вот тот момент, который запечатлен сейчас перед вами, это те два хода, между которыми произошел взрыв атомной бомбы. В ГО первыми ходят черными, треугольничком отмечен ход в черных. Потом игроки сделали паузу, паузу, и один из игроков ХСИМОТО вышел в сад и увидел яркую вспышку. Это был атомный взрыв. Через некоторое время взрывная волна, скажем так, докатилась до них, в комнате выбило стекла, разметало людей, там, камни по комнате. Игроки некоторое время приходились в себя, но первое, что они сделали, это расставили, по памяти восстановили партию на доске до того момента, на котором они остановились, и продолжили играть. Они продолжили играть в партию. Эта партия закончилась в пользу ХСИМОТО, который выиграл в ней на пять очков. Это очень показательная история на самом деле. Она очень точно отражает спортивный дух игры ГО, когда ничто не способно прервать игроков от важной партии. Одно из важных развивающих свойств игры ГО это умение концентрироваться и управлять своим вниманием. Безусловно, это важное качество и для спортсменов, и в любой деятельности уметь сконцентрироваться, быть собранным. Для ГО это особенно важно, стоит вам дать волю своим эмоциям, и скорее всего партия может пойти не в том русле, в каком вам хотелось. Вы очень быстро можете потерять контроль над доской. Рассказ об игре ГО как интеллектуальном спорте я начну сегодня немножко оригинально. Я начну с спортивных состязаний, путешествий, приключений с ними связанными на примере нашей областной федерации ГОСАМАРСКО области. В ваших регионах скорее всего есть не менее, а может быть и более увлекательные истории и возможности. Я как человек очень практичный, возможно, как и многие из вас, предпочитаю путешествовать с какими-либо попутными конкретными целями. Не просто поглазеть, походить по окрестностям, а поучаствовать в чем-то значимом, увлекательном событии. Желательно, чтобы при этом путешествовать в компании единомышленников или встретить новых друзей в том месте, куда я направляюсь. С этой позиции спортивные путешествия на соревнования по ГО отвечают всем основным критериям. Такие поездки обычно занимают от двух дней до недели. В турнирных игр как правило остается время на культурную программу. На командные соревнования мы ездим в своей большой дружной компании. В каждом новом городе местное сообщество игроков ГО это как правило гарантированные новые знакомства, друзья, хорошая компания для общения. Так что, если вы ищите хорошую компанию для общения, вам путь в клуб игры ГО. Ну, по крайней мере, большинство городов, которые я знаю, это действительно очень такие живые, яркие, тусовки интересных людей, которые играют в ГО. Отмечу такой важный момент в современной ситуации в ГО, что не обязательно быть достаточно сильным, там, выдающимся игроком, чтобы участвовать в соревнованиях. Как правило, в большинстве случаев, в большинстве турниров есть группа для начинающих игроков и даже при небольшом игровом опыте есть шансы на медальку или небольшой приз в своей подгруппе среди начинающих. Основной спортивный девиз ГО главное участие на соревнованиях в ГО это действительно так. Потому что на соревнованиях в ГО действительно от уровня игроков очень часто исход предопределенный ориентировочным победителем можно знать до начала турнира. Разброс уровней очень высокий и, скажем так, 15-й КИУ понятное дело никогда не выиграет пятого КИУ на турнире, вероятность этого минимальна. Но при этом все равно игроки сражаются и получают большое удовольствие от соревнований. К тому же турниры это один из важнейших способов повысить свой уровень мастерства за счет серьезных, вдумчивых и эмоционально заряженных партий. Когда действительно вы играете на пределе своих возможностей, складываете эмоции, весь свой потенциал в партии и пытаетесь выиграть даже пусть более сильного соперника. Иногда это действительно удается. Бывают чудеса в турнирных партиях, когда даже игроки уровня КИУ выигрывают игроков уровня данных. Такое может быть, такое может случиться не без этого. Яркие примеры наш игрок четвертого КИУ из детской сборной смог выиграть игрока второго данного на последнем первенстве. Все решила лишь одна ошибка, которая произошла на доске и это определило исход партии. Поэтому надо стараться, надо бороться и участие в турнирах это лучший способ роста в уровне игры. Наиболее сильные спортсмены нашей области поддерживаются и нашей областной и Российской Федерации ГО. И подобные путешествия могут быть даже бесплатными для вас. В российском ГО по отдельным регионам конкуренция еще не очень высокая и стать одним из сильнейших представителей своего города или даже области можно за год, за два занятия, а начинать участвовать в соревнованиях можно и после полугода занятий. Примерно так. Среди последних соревнований, в которых наши спортсмены принимали участие, отмечу первенство России, оно проходило среди детей в разных возрастных группах вплоть до 19 лет. Оно было в Челябинске, для детей увидеть легендарный суровый Челябинск было очень интересно. После соревнований мы интенсивно прогулялись по городу и основным местным достопримечательностям. Это дало очень много впечатлений для детей. Также наши представительницы федерации участвовали в чемпионате Европы по ГО среди женщин, которые по удобному стечению обстоятельств было в июне 2014 года в Казани. Это достаточно недалеко для нас. Девушки с большим удовольствием поучаствовали. Да, есть отдельные соревнования для женщин, есть соревнования для всех вместе, для детей, для различных категорий и в различных дисциплинах. Про это я тоже сейчас чуть позже расскажу. Как я и говорил, игра ГО открывает много возможностей для путешествий, для того, чтобы поедать другие города. Также наша пара была представлена на парном чемпионате Европы в Москве в мае 2015 будет представлена в мае 2015 это то, что нам еще предстоит. Наша пара участвовала в фотографии чемпионата России парного 2014 года. Ну и мы планируем поучаствовать в парном чемпионате Европы, который будет в Москве 16-17 мая. Если кто-то у нас есть из Москвы, то можно туда заглянуть не каждый день соревнования такого уровня в Москве проводятся. Там уже около 34 пар зарегистрировано вместе с нашей парой. Вот, это то, что из ближайших предстоит. В июле планируется командный выезд на чемпионат России по ГО, который традиционно скорее всего пройдет в Питере на ГО Конгрессе. Это тоже одно из ярких соревнований. Что бы еще вам рассказать? Да, по поводу конечно же я не могу упустить такую возможность не рассказать вам о чемпионатах которые будут проходить в городе Тольятти. Не так давно в Самаре мы принимали чемпионат Приволжского федерального округа по парному ГО. Кстати, парный чемпионат это один из самых увлекательных и азартных видов соревнований, когда играют два на два за одной доской. И в парах обычно парень девушка. И различия мужского и женского мышления иногда играет критичную роль, иногда балансированное действие партнера в игре. Но в любом случае это самое эмоционально заряженное соревнование. И вот в частности парный чемпионат Европы, который будет проходить в Москве, он будет именно в парной дисциплине игры ГО. из ближайших у нас 30-31 мая пройдет личный чемпионат ПФО в городе Тольятти. Я приглашаю всех присутствующих игроков приехать к нам на чемпионат ПФО федерального округа. Это будут очень крупные соревнования, уже зарегистрировалось достаточно много участников из различных городов, Казани, Москвы и других ближайших регионов, Уфы в частности. Конечно, будет очень много игроков в Стольятти и Самаре. Пожалуй, мы будем участвовать в этом турнире полным составом игроков. Все, кто захотят участвовать, будут допущены. И действительно, у нас будет и группа начинающих, даже если у вас невысокий уровень, все равно этот момент вы можете поучаствовать, вам будет интересно участвовать в этом турнире и будут определенные шансы на победу. По поводу... Да, мне в чате подсказывают, напоминают, что Россия одна из сильнейших стран в европейском ГО. Наши игроки регулярно занимают первые места и становятся чемпионами Европы по ГО. Действительно, на европейской арене мы очень сильны. На азиатской арене пока что нашим игрокам приходится очень сложно, очень непросто, поскольку для Востока это традиционная игра. По поводу ГО-конгресса в Питере информация пока еще уточняется. Я думаю, она в ближайшее время будет на сайте go-federation.ru Это сайт Российской Федерации ГО, его очень легко найти в интернете. И там вся информация по таким знаковым мероприятиям, она, конечно же, есть. Ссылочки потом на сайт Федерации я потом обязательно скину. Так что приглашаю всех на личный чемпионат ПФО к нам в Тольятти. И мы сможем пообщаться не только через вебинар, но и вживую. Также очень характерный момент, скажем так, как развлекаются игроки ГО, как отдыхают спортсмены по ГО. У нас в области ежегодно уже третий год подряд наш клуб проводит летние эколагеря ГО. Это палаточные лагеря. У нас в прошлом году было два заезда земляничные, поляные и малиновые настроения. В этом году также будет два основных госзаезда и один вспомогательный в июне. Это заезд тренировочного формата. Он ориентирован и на детей, и на взрослых. Приезжали игроки из Питера, из Сыжевска, из других городов. Участвуют, как правило, и опытные игроки. Много бывает достаточно начинающих абсолютно новичков, которые за 10 дней интенсивно вырастают в понимании игры. на этом лагере у нас проводится традиционный солнечный кубок, это официальное соревнование. Также можно приехать не на все 10 дней заезда, а можно приехать всего лишь на 2 дня турнира солнечный кубок, отлично отдохнуть на природе, в экологически чистом месте, на опушке соснового леса, в шикарных условиях, на земляничной полянке. Все игры проходят на свежем воздухе, регламент времени на партию не ограничен. Это такой формат соревнований. В том году он был первый раз, в этом году мы второй раз уже будем проводить этот кубок. Перед солнечным кубком у нас проводится квалификационный форовый турнир. Ну и в общем для всех участников очень насыщенная, очень интенсивная программа. Программа лагеря ориентирована конечно не столько на профессиональный рост, сколько на гармоничное личностное развитие и увлекательный летний отдых. Будет очень много всего интересного, различные мастер-классы, не только погоны по различным творческим аспектам. Ну и вот перед вами картинка, как мы отрываемся, отдыхаем в нашем лагере. Это тот отдых, который выбирают игроки в нашей области. Очень многие участники нашего клуба приезжают в лагерь. Скажу пару слов также о том, как люди иногда приходят в ГО, как они узнают о том, что вообще есть такая игра. Действительно ГО в России централизованно развивается не очень хорошо. По центральным каналам, по официальной позиции Минспорта не так много идет поддержки для нашего вида спорта. В основном развивается Российская Федерация ГО большой вклад оказывает на популяризацию ГО. Многие люди знакомятся через аниме Хикару и ГО. На НТВ плюс недавно была серия программ из того нового, что было не так давно. В частности, в нашем городе, через нашу Федерацию, мы запустили такой проект популяризации игры ГО. Игра ГО в твоем дворе. В этом году он будет уже проходить в третий раз и представляет собой караван мастер-классов по ГО, путешествующий по дворам города Тольятти. Несколько вечеров мы посвящаем каждое лето. Приезжаем в различные дворы, раскладываем столики, достаем комплекты. Обучаем новичков, вообще всех детей, кто там есть во дворе, взрослых. И после этого, скажем так, это основной пункт нашего привлечения игроков в наш клуб, игры ГО стратегия, который есть в Тольятти. Очень много игроков после этого доходит потом до занятий в клубе. Это один из способов популяризации, то, как люди узнают вообще про игру ГО. Всегда пользуется большой популярностью. Надо признать, что дети очень эмоционально, очень ярко реагируют, когда им объясняешь. Правила игры ГО для них это что-то абсолютно новое, необычное, абсолютно новый опыт. по поводу онлайн обучения здесь спрашивают в чате, у нас в том числе и на встрече вебинара присутствуют опытные тренера. По поводу онлайн обучения я буду рассказывать чуть дальше, пока что могу вам кинуть в чате ссылочку, что касается обучения нашей федерации, на нашем сайте sfgso.ru goonline вся информация есть, можно и вечером пообучаться в режиме онлайн обучения. Недавно я разработал видеокурс специально для новичков, который обучает от 20-го кю до 15-го, до 10-го кю можно даже подняться при большом уровне. Но об этом все немножечко позже. Почему мы большое внимание уделяем в игре? То есть почему именно go, почему именно игра? Ну, прежде всего, конечно, go это лучший вид отдыха. Игра это то место, где мы можем быть самими собой, где мы можем раскрываться как личность. Игра, за которой удобно общаться. Вот. Ну, и вообще, наверняка, многим из вас учиться в школе нравилось не так сильно, как играть в свои любимые игры. Вот. И даже если бы просто развивать интеллект, развивать мозг через простое обучение, это скучно бывает. А вот если через игру, через игровой процесс, то, пожалуй, это один из самых эффективных способов обучения, как взрослых, так и детей. Все тренинговые программы, они, как правило, построены на игровых методах обучения. ИГО в этом плане не является исключением, это отличный способ, вообще, метод обучения. Именно искусство стратегии, развитие интеллекта, развитие вашего сознания. Вот. И, в частности, обучение, воспитание детей через ИГРУГО, это отдельный вебинар, отдельная наша встреча будет посвящена. Мы об этом поговорим обязательно поподробнее. Вот. Почему именно ИГО? Что находят люди в игре ИГО? Надо отметить, что различные игроки, различные любители игры ИГО на совершенно разные вещи откликаются. Каждому ИГО близко что-то свое. Для многих ИГО это действительно мощнейший тренинг, мощнейший инструмент тренировки памяти, скорости мышления. Последние исследования показывают, что с помощью ИГО очень сильно развивается способность представлять в уме. Особенно это важен навык для проектировщиков, художников, дизайнеров. То есть развить свой внутренний экран, свое внутреннее видение, уметь на много шагов и действий вперед, представить, как будет развиваться ситуация. Программисты очень многие хорошо играют в ИГО. очень популярный игрок среди этой профессии и как правило они добиваются больших успехов в этой игре, потому что это связано в том числе и с их постоянной деятельностью. Улавливать взаимосвязи, улавливать последовательность и цепочки развития действий на доске и в их реальной деятельности. Для многих это очень мощный тренинг. Для многих игроков в полном смысле этого слова очень привлекательного участия в спортивных соревнованиях. Это всегда очень эмоционально, очень живо, очень яркие переживания. И действительно как способ обучения, как способ просто своего мастерства спортивные соревнования это то, что притягивает очень многих игроков. Для тех, кто любит официальные титулы и звания у нас в России может быть нету пока что титулов Ханимбо, Кисеи, Мэйдин и других популярных японских титулов, но зато у нас есть звание первый разряд ПАГО, кандидат мастера спорта, мастер спорта, гроссмейстер России. те титулы, которые вы можете получить в ходе развития своего игрового мастерства. И надо отметить, что это в том числе учитывается некоторыми работодателями, когда у вас есть официальный спортивный разряд. Это показывает, что вы способны серьезно чем-то заниматься, а если это разряд в интеллектуальном виде спорта, то для интеллектуальных профессий это может стать интересным бонусом при приеме на работу в том числе. Так что это еще один мотив заниматься игрой ГО. Конечно, для многих игроков, я в числе таких игроков, для кого очень важна высокая эстетика игры. Те, кто ценит красивый комплект, спокойно размеренный процесс игры, когда играешь именно вживую, на настоящей деревянной доске, хорошими камнями, это действительно очень качественное ощущение, это причастность к глубокой древней традиции. За те сотни тысяч лет, что существует игра, детали разметки, размеры камней, оно все выверено уже с точностью до долей миллиметра, и подобраны именно те идеальные пропорции камней, разметки, визуального восприятия доски, которые доставляют наибольшее эстетическое удовольствие и позволяют наслаждаться процессом игры. Это очень красивая игра, и чем выше уровень, тем более красивой становятся сами ситуации, которые возникают в игровом процессе. Если игра новичков это часто очень хаотичное построение камней, достаточно тяжелые формы, то игра мастеров, она даже неопытного человека, способна привлечь происходящим процессом. Есть такая китайская легенда, ранка о сгнившем топорище, когда дровосек ушел в лес, увидел двух игроков, которые на пне играли в го, засмотрелся на них, долго-долго смотрел на их партию, пока не пришел в себя, когда пришел в себя, увидел, что древко его топорище сгнило, вернулся в деревню, не нашел знакомых лиц, знакомых людей, понял, что прошли десятки лет, пока он наблюдал за этой партией, неизвестно, кто ее играл, но это показывает, насколько игра Go увлекательна, насколько она красива и завораживается своим процессом. Для многих предпринимателей, для многих компаний, где я вел тренинги по игре Go, игра Go стала таким определенным стратегическим апгрейдом в своей жизни, через именно инструмент Go. Игра Go может применяться стратагемы Go могут быть применены в бизнесе, это новый свежий взгляд, который позволяет увидеть привычные вещи под новым ракурсом, быть может и изменить свою тактику и стратегию взаимоотношения с партнерами по бизнесу. Для многих предпринимателей, с кем я занимался индивидуально, получал такие отзывы, что им даже в семье очень хорошо помогает, когда они играют с супругой или с детьми в Go. Это помогает выстраивать общение, помогает через концепцию Go объяснить тонкости разногласий, прийти к какому-то взаимопониманию, объяснить какие-то вещи через примеры из Go. Действительно, игра Go может быть использована и в этом ключе, по философии игры Go, по моральным психологическим аспектам. Это тоже у нас будет отдельный вебинарчик, с вашей поддержкой, я надеюсь, с вашими приглашениями своих знакомых и другими видами поддержки нашей деятельности. Вот такие вот вещи есть, связанные с Go, почему мы выбираем именно эту игру, почему не шахматы, не шашки. Вроде бы казалось, все это настольные игры, из одного жанра, одного характера, но действительно в Go чувствуется определенная традиционность, глубина и значительная эстетика. Но это то, что для меня ценно. просьба для вас написать в чате, особенно для опытных игроков, кто уже возможно играет в Go, что ценно именно для вас, что вы больше всего любите в Go, я думаю, начинающим игрокам будет интересно об этом услышать, что для вас самое важное в Go. Хочу сделать важный пока акцент, пока вы пишете в чате свои отзывы, хочу делать важный акцент, что Go это игра, в которую лучше и значительно приятнее играть в живую в клубе, в кругу семьи или с коллегами, чем в интернете. Это дает более богатое ощущение и способствует более быстрому росту. Присоединяйтесь к сообществу любителей игры Go. Я предполагаю, все рассказанное уже достаточно заинтриговало вас, и вам не терпится уже узнать правила этой удивительной игры. Сегодня я их расскажу очень плотно, очень компактно. Вы узнаете все необходимое, чтобы полноценно сыграть свои первые партии в Go. Рад вашим отзывам. Я не могу обещать вам, что вы обязательно выиграете сегодня свои первые партии, хотя такое тоже может случиться. Изучать Go лучше в клубе, это пожалуй лучший вариант, но если уж обстоятельства или ваш образ жизни таков, что ваш путь лежит через средства интернета, ну собственно наверное поэтому вы сегодня оказались на нашем вебинаре, это тоже здорово. Специально для начинающих игроков я разработал подробный видеокурс, который станет проводником для наиболее быстрого и комфортного постижения искусства игры Go. Несколько месяцев, а может быть и лет самостоятельных попыток на пути к мастерству курс вам точно может сэкономить. То, что я узнал за 7 лет самостоятельных попыток, некоторые мои ученики проходят за год и уже приближаются к моему уровню. Это компиляция всего нашего опыта Куби-Грегон. В чате я уже скинул ссылочку, скину еще раз. По поводу нашего онлайн обучения на этом сайте также есть информация и ссылки на наш видеокурс. Это 7 уроков, это 7 занятий, в каждом из которых несколько коротких видеоуроков, примерно полтора-два часа рассчитаны на каждое занятие. Проходя этот курс примерно за месяц, вы за месяц можете стать 15-ым кюм. Если будете достаточно много практиковаться на онлайн серверах или вживую, то и до 10-ого кюм вполне возможно по этому курсу дорасти. Ну а дальше уже на подходе у нас сейчас разрабатываются курсы более продвинутого уровня. В частности на подходе курс по личной эффективности, то есть как действительно серьезно прокачать свою личную эффективность. Потому что поскольку я бизнес-тренер по одной из своих основных профессий, и то, чем я основной занимался, это я читал тренинги по личной эффективности в различных организациях, и в том числе через инструменты Go я переложил один из своих тренингов личной эффективности. Но этот видеокурс, конечно, тоже доступен после прохождения базового курса. Скажем так, использовать термины ситуации Go без базовой подготовки это, конечно, будет не очень понятно, информация будет разродненная. И также на подходе курса по подготовке именно управления бизнесом через стратегию Go, определенный стратегический курс Go. К этому я еще вернусь чуть позже. Давайте, наверное, переходить непосредственно к правилам, тому, что касается спортивного Go. все готовы уже послушать правила. Да, кстати, я говорил, что вы сможете по курсу стать 15-м, 10-м Q. Для новичков скажу, что есть градации уровней Q от 30-го Q до 9-го дана. 30-й Q это самый начинающий на различных онлайн серверах. Но после нашего вебинара вы, скорее всего, сможете стартовать примерно на уровне 20-го Q на популярных госсерверах таких как Q кгс.com Кстати, сейчас я вам на секунду включу мой экран, в том плане, как можно поиграть в Go на интернет-серверах. Перед вами сайт Q кгс.com Сейчас я вам в чат скину ссылочку на него. На этом сервере вам понадобится такая вкладочка как загрузить программы устанавливайте приложение cgban и после этого уже скажем так запускаете приложение вот таким образом оно выглядит нажимаете играть на Q кгс и пожалуйста попадаете в пространство где очень много игроков которые готовы и хотят с вами сыграть. Здесь есть активные партии которые можно зайти посмотреть вызовы на партию это те кто приглашает сейчас к игре здесь идет бот 30 кю есть можно начать с него точно выиграете с 26 23 кю 16 кю роботы это тот базовый уровень с которого вам стоит начинать если вы сегодня только начинаете играть в Go вот просто щелкаете и нажимаете ok и игра начинается есть различные комнаты в частности русская комната где справа вы видите всех игроков которые это все русские игроки можно написать договориться о партии пообщаться в чате информация о соревнованиях здесь также проскакивает российских вот чтобы еще такого рассказать вам да есть комната отдельных городов где игроки из отдельных городов собираются и общаются между собой устраивают небольшие турнирчики это все что касается игры Go на интернете в интернете можно создать самому партию выставить условия пригласить игроков это то что касается именно онлайн игры на KG сервере я пока что это закрою и вернемся к нашей презентации вот ну если так вдруг случилось да по поводу того браузера давайте я вам тогда покажу еще одну ссылочку еще один сервер который не предполагает установки онлайн го ком вот такой вот сервер я думаю он у вас сейчас у всех отражен на экране здесь можно начать новую игру играть против компьютера наблюдать за партиями ссылочку сейчас тоже скинул в чат вот скинул вам ссылку приятной особенностью этого сервера является то что можно наблюдать сразу за несколькими партиями которые идут на данном сервере сначала понаблюдать посмотреть как развивается игровой процесс ну и самому тоже поиграть нажимаем играть вот здесь новая игра игра против компьютера те вызовы которые сейчас есть здесь конечно не так много народу но все равно всегда можно найти себе соперника по уровню надеюсь я ответил на ваш вопрос вот еще раз сделаю акцент что играть в ГО конечно лучше вживую обучаться можно как угодно через онлайн обучение с тренером через интернет через видео курс в клубе но если в вашем городе нету клуба то почему бы вам не организовать свой клуб не надо для этого быть на самом деле мастером игры ГО вот естественно просто собрать заинтересованных людей вместе развиваться вместе расти создавайте свои клубы если в вашем городе вдруг случайно ГО еще не так сильно развиты нету своих клубов итак мы переходим к правилам игры ГО они сейчас перед вами это игровое поле для ГО 19 на 19 это основной масштаб и формат доски все спортивные состязания вся красота игры раскрывается именно на таком формате игрового поля но чтобы на начальном этапе вам не утонуть в тактических стратегических премудростях игры можно начинать с досок поменьше 9 на 9 и 13 на 13 в том числе на этих досках партия проходит гораздо быстрее чем на большой доске если на большой доске партия может быть от 20 минут до полутора часов то на маленькой доске можно и за 5 минут сыграть на средней доске можно минут до 15-20 сыграть думчиво не спеша но на большой доске 20 минут это формат такого быстрого блица когда сразу игроки ставят камни на доску не особо раздумывая над своим ходами играть на интуиции в год действительно можно играть на логике и можно играть на интуиции но очень хорошо когда и то и другое сбалансировано между собой вот играть да есть партии которые идут по 3 часа вот самая длинная партия в истории игры делается около 8 месяцев это была партия также за титул ханимба одна из самых длинных партий зафиксированных да там несколько раз игра переносилась откладывалась игроки уходили там дня на 3 подумать над своим очередным ходом на недельку прерывались ну и таким образом что партия шла 8 месяцев это самая длинная зафиксированная партия вот но в любительском го партии обычно от 20 минут до часу для нормальных серверах вот в живую обычно подольше потому что все таки больше времени идет на связерсание на восприятие игры в го игра черными и белыми камнями и первыми всегда ходят черные и камешки ставятся в пересечении доски перед вами пример начала партии черные сходили в точку 1 белые ответили в противоположном углу это такие наиболее благоприятные точки для начала партии ну или где-то в окрестной части пункта можно сделать первый ход ходят по очереди по одному камешку выставляют и потихоньку заполняют доску основная задача в игре го это огородить как можно больше своей территории так же как у китайских императоров была задача построить большое государство расширить свои границы захватить как можно больше свободного пространства так же и в го примерно такие же цели так же как у бизнеса стоят цели охватить рынок побольше захватить большую долю рынка так же и в го есть задача оградить больше половины доски своими камнями и ценностью в го является именно свободная территория представьте что это все наши клиенты внизу или это границы нашего государства или это просторы нашей комнаты если мы всю ее заставим мебелью места у нас станет меньше и поэтому ценно именно свободное пространство именно то сколько свободных пересечений у вас будет огорожено вашими камнями да вначале мы ставим сторожевые вышки вкапываем колышки и потом мы уже только начинаем заполнять границы более плотными камнями чтобы вам лучше было понятно что такое территория в игре го посмотрим здесь слева здесь с помощью шести камней черные оградили территорию напишите в чате особенно начинающие игроки как вы воспринимаете сколько по вашему мнению очков черные оградили в левом верхнем углу сколько здесь территории черных как вы думаете я жду в чате ваших вариантов сейчас я посмотрю кто это мне пишет я подозреваю что может быть опытные игроки ну что ж да все правильно 9 очков очень часто скажем так тут надо переключить восприятие от клеточек на пересечения так же как камни мы ставим по пересечениям доски так же и игра и очки считаются по свободным пересечениям доски включая крайние пересечения здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять очков на краю доски посередине здесь так же мы оградили девять очков с помощью девяти камней в центре белые потратили двенадцать камней чтобы оградить те же самые девять очков это нам прозрачно намекает на то что около углов территорию огораживает гораздо выгоднее там получается за меньшее количество ходов больше очков территории потом стоит переключаться на стороны и только потом начинать бороться за центр вот эффективно строить такие территории побольше сразу охватывать большие пространства это позволит вам более эффективно использовать свои камни надеюсь надеюсь вы зафиксировали для себя первые правила игры го надо строить территории территории должно быть больше чем у вашего соперника игра го была бы очень скучна если бы мы только строили территории на самом деле в го можно еще захватывать камешки противника у каждого камня есть четыре соседних пересечения которые называются дыхание камня или даме по-японски если перекрыть все четыре дыхания камешку то он захватывается пен и снимается с доски вот как на диаграмме справа здесь у камешка черных осталось последнее дыхание мы ставим камень белых и камень черных снимается с доски и все захваченные камни они впоследствии принесут дополнительные очки тому кто их захватил на краю доски вот почему по самой крайней линии не очень выгодно начинать играть потому что здесь очень легко захватить ваши камни здесь у камня всего лишь три дыхания было и одним камнем белых можно захватить черный камень в углу вообще всего лишь два дыхания у камешка и захватить его максимально просто ставим белый камень здесь и черный камень захвачен в итоге думаю этот момент понятен движемся дальше естественно что просто так отдавать свои камешки никто не хочет и игрок склонен спасать свои камни из окружения если поставить рядом еще камни то все камни которые соединены по прямым линиям они являются группой камней и захватить их теперь можно только все вместе если перекрыть все дыхания для черных камней то есть здесь слева и снизу поставить камешки то черные камни будут сняты с доски но как мы можем догадаться на ход белых черные ответят своим ходом и наращивать дыхание они будут быстрее чем белые будут перекрывать им эти дыхания вот это показывает что в год надо прибегать к определенным тактическим ухищрениям чтобы захватить камни противника вот стратегически к этому подходить издалека строить свои ловушки но при этом не забывать что основная задача это построить как можно больше территории вот в данном случае на краю доски три камня черных могут быть захвачены в любой момент но даже если они начнут убегать вдоль края белые будут гнать догонят и захватят здесь на левой стороне черным тоже бесполезно убегать вдоль края доски белые будут догнать второй линии если черные сделают ход по диагонали то это не помешает белым съесть черные камешки потому что по диагонали связи между камешками как таковой нету а захватить перекрыв все дыхания можно надеюсь этот момент вам понятен если есть какие-то вопросы оперативно задавайте в чате это ваше преимущество как тех кто пришел онлайн они смотрят просто видео записи данного вебинара вы можете задать свои вопросы и я если нужно подробно некоторые моменты разберу сейчас я вам расскажу почему игра GO является стратегической игрой если во многих интеллектуальных играх надо посмотреть ситуацию на 3-4 хода вперед то в GO очень часто образно вам надо представлять развитие ситуации на десятки ходов в дальнейшем на 20-30 ходов в данном случае черные пытаются убежать из окружения белых они ставят камешки но белые продолжают их атаковать у черных сейчас последнее дыхание если они переключатся в другое место белые ходят сюда и захватывают все камни черных черные пошли влево белые ходят слева черные пошли вверх белые ходят сверху черные влево белые слева атакуют таким образом эта лесенка может прийти до края доски и все равно белые последним ходом убивают всю группу черных и вся группа черных снимается с доски черным надо было понять это заранее но спрашиваю сколько камней каждому дается камней неограниченное количество игра заканчивается заканчивается не тогда когда камешки закончатся а тогда когда хорошие ходы закончились на доске когда ситуация понятна кто победил чуть дальше об этом я еще подробно расскажу когда именно заканчивается партия в данном случае черным надо было изначально отказаться от попыток спасти свою группу вот и играть в другом месте да белые захватят эти камешки да черным будет уже очень сложно выиграть эту партию но все равно скажем так этой ситуации еще хуже на диаграмме справа еще хуже когда такое огромное количество камней будет потеряно черными вот в стандартном комплекте для игры го 180 белых и 181 черный камень на доске для игры го 361 игровое пересечение ну и в целом комплект предусматривает что на случай если все игровые пункты будут перекрыты такого в игре естественно по настоящему в игре такого случиться не может обычно для реальной партии на большой доске хватает и 160 камней черных и белых вот можно иногда обойтись и 130 камней на отдельные партии может хватить бывают партии которые самые длинные партии которые была зафиксирована в профессиональном гуанат делилось 423 хода то есть было использовано 423 камня ходов было сделано больше чем пересечение доски такое тоже возможно дальше я поясню в каких ситуациях это может быть это касается именно правила КО правил бесконечности так что в ГО не так важно сколько у вас камешков главное чтобы их было достаточно и вообще ГО это принцип достаточности достаточно территории достаточно особого пространства достаточно камней никогда не слишком это одна из основных заповедей ГО также вам важно понимать какие ходы в ГО разрешены какие запрещены на самом деле можно ставить камни в территорию противника то есть белым никто не запрещает поставить камешки в территорию противника но это значит что им надо будет попытаться здесь построить свою территорию оградить себе новое пространство внутри пространства черных это возможно это разрешено правилами единственные ходы куда нельзя ставить свои камешки это те ходы где у вашего камня нет ни одного дыхания но если конечно при этом вы не убиваете группу соперника белым сюда нельзя поставить потому что 4 соседних пересечения у них будут перекрыты и как бы камень сразу попадает в плен и должен быть снят с доски нельзя оставлять камни на доске у которых нет ни одного дыхания сюда также белым нельзя пойти внизу потому что у 4 белых камней не останется ни одного пересечения ни одного дыхания это тоже самоубийственные ход самоубийственные ходы в год запрещены черным нельзя ходить здесь здесь как вы думаете можно ли черным ходить здесь наверху где стоит воспитательный знак разрешен ли этот ход и почему конечно просьба в таких опросах участвовать в основном начинающих я понимаю что опытные игроки знают почему можно да действительно можно поставить туда черный камень потому что этот ход перекрывает последнее дыхание для трех камней белых этот ход черные задержали дыхание занырнули убили три камешка вынырнули и у них на месте трех белых появляется свободное дыхание я надеюсь этот момент понятен очень важно понять этот момент что вот такие ходы когда вы убиваете группу соперника даже если у вас нету дыхания они разрешены если вы ставите камень туда где не убиваете но у вас и у вас нет ни одного дыхания такие ходы запрещены вот здесь вот в центре доски у нас достаточно специфичная ситуация это называется ситуация ко или ситуация бесконечности в этой ситуации белым разрешено съесть камень черных они съедают камень черных камень черных снимается с доски здесь пустое пространство Получается, что у черных есть возможность съесть камень белых. И они съедают камень белых. Снова белый камень снимается с доски. И белые смогут съесть камень черных. Вот здесь партия могла бы зациклиться. Начинается такая ситуация бесконечности, как в детской присказке. Как-то раз на речке Рана повстречались два барана. И никто не хотел никому уступать. И партия не сможет быть продолжена. Чтобы такого не случалось, было введено дополнительно правило КОМ, правило бесконечности, которое запрещает повторение позиций на доске. То есть если белые съедают камень черных, то в этот же ход черным нельзя съедать обратно камень белых. Только через ход. Вот я надеюсь, вы это очень четко поймете. Посмотрите на ситуацию справа. Белые съедают камень черных. Черным в этот же ход нельзя съедать камень белых. Они играют в другом месте. Ситуация на доске изменилась. Белые предпочтили тоже сыграть в другом месте. И черные смогли съесть камень белых. Вот через ход можно будет съесть камень белых. Эта ситуация касается только того, когда борьба идет за один камешек. Если там противник съел у вас в группу, а вы обратно на ту же точку съедаете один камень, это не КО. А вот когда борьба идет за один камешек, это да, это ситуация КО. Белые могли бы, конечно, играть не в другом месте, а закрыть вот эту спорную точку. И поставить сюда свой белый камень и соединить все в единую группу. И так обычно КО и разрешается в конце партии. Ну иногда и в начале партии важно ситуацию КО закрыть. Если есть вопросы, то задавайте. Мы будем двигаться дальше. Так. Очень важный момент, который вам теперь нужно понять. Это третье правило. Оно, скажем так, вытекает из первых двух. Из построения территории, из захвата камней противника. Правило двух глаз. Каждая группа, которая окружена камнями соперника, чтобы считаться живой, должна иметь два глаза. Два разделенных между собой пространства, куда нельзя будет сходить противнику. Ну или в перспективе нельзя будет сходить соперника. Здесь у нас в левом верхнем углу группу с двумя глазами. Нельзя поставить белый камешек сюда, потому что черные дышат в другой точке, а для белого камня это самоубийственный ход. А два хода сделать подряд нельзя, такого вида. Сюда нельзя поставить камень белых, потому что черные будут дышать в этой точке. И значит эту группу убить никак нельзя. Вот. И значит эта группа живая, значит это территория черных. Белых оградили, заизолировали, но тем не менее это территория черных. Здесь ниже также ситуация группа с двумя глазами. То есть один маленький глаз, может быть другой большой. И да, в таких ситуациях уже бесполезно белым ставить камни внутрь территории соперника. Группу с двумя глазами убить будет невозможно. На практике, в опыте вы очень быстро в этом убедитесь. Вот. Если у группы есть два глаза, можно даже, ну чаще всего не пытаться ее убить. Это очень редкие ситуации, когда кое-какие тактические маневры начинают работать даже с двуглазыми большими группами. Внизу группа с двумя такими глазами. Ну вот представьте, белые сходили сюда, черные их съели, и все. И сюда поставить уже будет нельзя, эту группу не добить никаким образом. В центре группа с двумя глазами, здесь аж с тремя глазами. Но всегда нам достаточно всего лишь двух глаз, чтобы группа жила. Обратите внимание, в правом нижнем углу группа с одним глазом. Вот в этой ситуации белому разрешено сходить в угол, потому что это перекрывает последнее дыхание для группы черных. То есть можно убивать группы противника изнутри. Выбрасывают внутри камни, сводя это все к такому однопунктовому пространству, к одному глазу. И в последний ход белые ставят сюда, и три камня черных снимаются с доски. Все, черные камни убиты. Также бывают ситуации, когда у вас достаточно большая территория, и вам не стоит опасаться, что у вас ее изнутри будут убивать. Вот, например, черные построили четырехпунктовое пространство, четырехпунктовую территорию. Если даже белые начнут вторгаться, вот если белые начнут вторгаться, например, в точку А, то черные поставят камешек в точку Б, и у них будет два глаза. Если белые сходят в точку Б, то черные сходят в точку А. А до тех пор, пока белые не вторгаются в эту зону, то и черным как бы защищаться не обязательно. А вот если белые займут и точку А, и точку Б, два хода сделают, то да, эту группу, возможно, будет убить. Это мы уже в практической партии чуть позже разберем обязательно с вами. Понятно по двум глазам? Есть вопросы какие-нибудь? Пишите в чате, если есть. Ну, будем считать, что все понятно. Итак, когда же завершается партия? Вот это вот тот ключевой момент, когда мы соглашаемся с тем, что мы поделили между собой всю территорию доски. В какой-то момент доски у вас не остается ни одного выгодного хода. Все ходы становятся в ущерб себе. Представим ситуацию за белых. Если они будут сбрасывать камешки в территорию черных, у них рано или поздно эти камешки будут захватывать, и они будут терять пленных. А пленные это минус очки. В свою территорию, если ставить лишние камешки, то мы будем закрывать пустые пересечения, свою территорию, и у нас ее будет становиться тоже меньше. Сейчас для черных и для белых нет ни одного хорошего хода. Можно сыграть еще в нейтральную точку, ход сюда, но это не принесет новую территорию белым, и черным не уменьшит территорию соперника. И в таких ситуациях, когда игроки приходят к выводу, что хороших ходов у них не осталось, они говорят пас, пропускают ход. Пас также считают с ходом, противник может не согласиться. То есть вы сказали пас, а противник делает ход. Но вы уже не можете сказать, ну тогда я тоже сделаю ход. Вы уже делаете ход после его хода. То есть в ситуации, когда игрок говорит пас, получается, что у противника есть возможность два хода. Сделать второй ход подряд. Но как правило, пас говорят тогда, когда действительно на доске ничего такого особо хорошего не осталось. То есть белый говорят пас, черный говорят пас. Черным тоже бесполезно вторгаться, в свою территорию камни ставить не имеет смысла. И тогда переходят к подсчету очков. После того, как два раза подряд сказали пас противники. Если вы играете онлайн, на компьютерной доске, компьютер вам, конечно, поможет. Подскажет посчитать очки. Вам надо будет только отметить пленные камни. А на реальной доске мы камешки сдвигаем вплотную к своим территориям, чтобы у нас вырисовалась такая понятная и простая картинка. У кого сколько территорий. Те камни, которые захватывались в плен, вопрос в части есть, они возвращаются на свою территорию. Например, черные захватили 10 камней пленных и белых, и вот здесь выставили 10 камней белых обратно. То есть они сохраняются до конца партии, все пленные, и выставляются на территорию противника и уменьшают его очки. Соответственно, чем больше вы потеряли, тем меньше очков у вас в территории осталось. Ну и в данной ситуации, кстати, вот чем игрога хороша для детей, особенно младших классов, очень быстро обучает таблицу умножения. Давайте мы проверим немножечко и вас. Вот здесь у нас 14 на 4. Кто может 14 на 4 быстро умножить? Кто первый напишет в чате цифру? И желательно правильный ответ. Сколько будет 14 умножить на 4? Что-то долго, долго, уважаемые участники, или вы сидите достаточно далеко от монитора. Да, Сергей был первым. Действительно, 56. Но это задача второго класса. Действительно, не все во втором классе ученики еще хорошо освоили таблицу умножения и быстро отвечают на этот вопрос. А когда вы регулярно играете в ГО, у вас вот этих схем применения таблиц умножения, их очень много. Ну и, конечно, не только в этой сфере применяется игра ГО, не только в таблице умножения. ГО учат очень быстро считать, в том числе локальные позиции, приблизительный подсчет территории, баланса на доске, который у вас сейчас происходит. Вот. В данной партии черные победили на 41 очко. Если мы сегодня с вами говорим о спортивном ГО, то, конечно, надо сказать про такое правило КОМИ. Дело в том, что черные ходят первые всегда. И у них есть преимущество первого хода, они первые начинают делить территорию. И по статистике было подсчитано, что если играют без КОМИ, то есть на равных, вот как здесь, то черные побеждают примерно в 57% случаев. После того, как были введены дополнительные очки белым, белым сейчас, после мирового права, дается 6,5 очков КОМИ компенсации, вот, шансы на победу черных и белых стали одинаковыми. То есть у белых не только 76 очков территории, как вот здесь есть, но еще дополнительно 6,5 очков КОМИ, это дает им, ну, у них в сумме 82,5 очка у белых. И вот эти пол очка, они всегда определяют победителем. То есть иногда бывает так, что именно на пол очка кто-то выиграл в партии. Это очень такие яркие, сильные партии, когда сражаются между собой два равных соперника, и разница выходит в пол очка, в полтора очка. То есть вот эти пол очка, они на самом деле могут решить исход большой партии. Это здесь у нас получилось относиться на большой разрыв. Надеюсь, всем понятно, как считается территория. Если есть вопросы, задавайте. Ну да, то есть иногда можно ставить в процессе игры, если вы ставите камни для защиты своей территории от возможных вторжений, то это же тоже минус очки. Лучше, скажем так, строить сразу-таки безопасные территории, но без лишних камней внутри. Так, пожалуй, это все, что касается основных правил. По поводу актуальных ссылок, то, что вам может понадобиться. Вот, сейчас все основные ссылочки перед вами на экране. Вот, в чат я вам скину тоже все необходимое, потому что с экрана вы, скорее всего, скопировать не сможете. Вот, все, что касается онлайн-обучения через нашу федерацию, скажем так, обучение непосредственно со мной, с нашими тренерами клуба. Это все на сайте sfgso.ru.goonline. Там вся информация есть. Прямая ссылочка на видеокурс, про который я вам рассказывал. Вот. Это курс от 20-го до 15-го клуба в этом диапазоне мастерства игроков. Действительно, он поможет вам сэкономить очень много времени. Быть может, пусть это и не очень хорошо, сэкономит вам определенное количество поражений. Вы будете частично учиться не на своих поражениях в онлайн-среде, а, скажем так, на нашем успешном опыте обучения. Сразу получите знания о определенных тактических, стратегических концепциях игры Go. Также в курсе большое внимание уделяется подготовке, психологической подготовке игрока, поскольку это один из моих основных профилей. Действительно, в Go очень важно, как вы относитесь к игре. Ваш моральный боевой дух научится спокойно, мягко, гармонично относиться к поражениям, которые неизбежны будут, конечно же, в процессе и обучения в том числе. Всегда будет кто-то сильнее вас. Но если вы желаете достичь мастерства в чем-то, то это надо научиться преодолевать. Мы тоже даем через видеокурс небольшие техники, методики. И также мы в курсе в конце даем методики, занимаясь по которым можно вырасти до более высоких уровней. То есть то, что применяют наши сильные игроки в тренировочном режиме. Вот это все есть в видеокурсе. Кстати, по горящим следам нашего мастер-класса, нашего вебинара, вы можете получить курс с 50% скидкой относительно его полной цены при указании кодового слова GoИнтеллектуальный спорт. Если вы пишете в заказе GoИнтеллектуальный спорт, то получаете в два раза дешевле. Это тот бонус, который для всех живых участников нашего вебинара, кто пришел, а не для тех, кто смотрит видеозаписи. Конечно, если кто-то посмотрит видеозаписи в течение суток, тоже может успеть. Ну и такую скидочку мы даем на всех наших вебинарах. На каждом вебинаре мы озвучиваем какую-то новую информацию, разбираем новые партии, новые игровые сюжеты. Также какие-либо вопросы можно задавать нам на почту strategosobakaya.ru Это наша основная рабочая почта. Мне интересно, есть ли у нас игроки из Тольятти. Если вдруг сегодня есть участники из города Тольятти, я, конечно же, приглашаю вас прийти в живую в наш клуб игры Go. В стратегии скинул ссылочку на группу ВКонтакте. Да, и уважаемые игроки, вот отмечу такой важный момент, что мне, как ведущему вебинару, очень важно слышать вашу обратную связь. Сейчас я запущу небольшой опрос. К этому опросу вы сможете вернуться и чуть позже, после того, как мы разберем партию. У вас в рабочей комнате есть такая вкладочка «Опросы». Я там запустил три вопроса, на которые я надеюсь, что вы ответите. Было ли мероприятие полезным для вас? Насколько вам еще понравилось? Узнали ли вы что-то новое для себя? Интересно ли вам продолжать знакомство с игрой Go через онлайн или видеообучение? Ну и если интересно, и если есть интерес получать на почту оповещения о последующих наших вебинарах, то просьба в третьем опросе указать свою почту. Вот это ваша добровольная будет подписка на наши сообщения. Ну и через почту можно будет общаться уже напрямую по всем вопросам, какие у вас возникнут. Так что просьба оставить нам свои контакты, это очень ценно для вас. Вот, также такой большой момент, чтобы на нашем вебинарчике всегда было интересно, всегда было многолюдно. Сейчас я скину ссылочку на нашу группу, посвященную регулярным вебинарам. Большая просьба, приглашайте своих знакомых, уделите время 30-40 человек своих друзей, пригласитесь на встречу вебинара. Это и вам будет дополнительным бонусом. У вас появятся игроки, с которыми вы впоследствии сможете развивать свое мастерство и осваивать это чудесное искусство игру Go. Приглашайте своих знакомых, это, пожалуй, самый ценный ваш вклад, который вы можете сделать в развитии наших вебинаров. Конечно, есть еще более ценный вклад и вариант, если вы материально поощрите нас. Действительно, пока что это идет наш благотворительный вклад. Вебинарная комната стоит определенных денег в месяц. Если вы желаете поддержать материально нашу инициативу, наше начинание или просто поблагодарить, это будет очень ценно, очень важно. Я скину реквизиты нашей спортивной федерации. Там можно оплатить и на карту, и на Яндекс кошелек, и на расчетный счет, если через организацию вы желаете оказать определенную поддержку. Это будет очень таким самым значимым, наверное, вкладом. Мы сразу почувствуем, что для кого-то это действительно является большой ценностью. У нас за всю историю наших вебинаров было лишь несколько таких игроков, но это действительно очень приятно, очень вдохновляет и мотивирует вести вебинар дальше. И это позволяет нам в том числе и вебинарную комнату комфортно оплачивать, ненапряжно. Сейчас мы перейдем с вами к разбору реальной партии. Мы сыграем одну партию на учебной доске, просмотрим определенное ответвление, как это может быть. Возьмем для начала маленькую доску 13 на 13. Сегодня у нас будет партия на средней доске, хотя если есть желание и времени у вас много, мы можем и большую доску сейчас запустить. Как вы смотрите? Что бы вам было более интересным? Партия на большой доске, но это займет примерно минут 20-30 еще. Ну или на средней доске мы разберем еще за 5-10 минут, но это поможет вам вживую почувствовать, как происходит процесс. Если ближайшие 10 секунд в чате нету сообщений, то значит мы разбираем 13 на 13. Да, кто-то успел написать в чате. Действительно, сегодня, я думаю, для многих из вас выходной день. И мы можем позволить себе разобрать большую партию. Да, действительно, у меня тоже есть желание пообщаться. Сегодня у нас достаточно много участников в вебинаре. Давайте попробуем сыграть на большой доске. Создадим FGF-файл. 19 на 19. Выставим коми 6,5. Поехали. Показывать я буду очень быстро. И мы прям быстро-быстро пробежимся по партии. И лишь в некоторых местах остановимся. Потому что, ну, большая доска это большая доска. Сначала играет обычно с углов, занимает какие-то вот такие близлежащие точки. И действительно, можно играть как угодно. Для начинающих игроков я отмечу такой важный момент. Экспериментируйте. Пробуйте разные начала игры. Разные модели. Первые ходы, они предназначены в большей степени для того, чтобы обозначить всю вашу зону влияния. Где именно вы в будущем будете строить территорию. Сейчас на доске, вот, если включить оценку счета, то мы увидим, что белые обозначили влияние своими камнями вот в этой зоне. В нижней части доски черные на правой верхней стороне, на левой верхней. И пока что у белых как-то явно побольше. Поэтому черным надо поагрессивнее вторгаться в пространство белых. Так, отвоевывать какую-то территорию. Ну, в данном случае черные пошли за определенную борьбу в центре. Но белые очень быстро могут погасить их амбиции по захвату большой территории в центре. И так может развиваться партия. Смотрим. Оценка счета. Куда у нас изменился баланс? Да, сейчас баланс по-прежнему в пользу белых на 29,5 очков. Но черные немножечко просадили территорию и зону влияния белых. Вот в этой части доски по центру. Так. Возвращаемся к нашей партии. И, кстати, вот использование на КГСе баланса очков, оно очень интересно. В плане вообще понимания развития игры. Да, конечно, моя партия сейчас далека от реалистичности, скажем так, хотя и такое тоже может быть. К сожалению, вот то, что у кого-то толще линии сделано, у кого-то тоньше, это больше проблема передачи графики, это вопрос разрешения экрана и передающих способностей, в данном случае, трансляции. На самом деле линии одинаковые. Есть черные точки на доске, хвости так называемые. Вот это да. Действительно, если вы видите точки, то точки есть. У меня уровень третий Q. Это такой средний уровень, ни низкий, ни высокий. И, кстати говоря, с каким бы игроком вы ни общались, хоть с данным, хоть с Q, чаще всего игрок скажет вам, ой, я так плохо играю в ГО, я просто отвратительно играю в ГО. И от игроков первого Q, от игроков второго, да, но я слышал, что что-то я так плохо играю, моя игра очень слаба. Да, это вопрос самооценки. Кто-то, будучи 10-м Q, может хвастаться, что он сильный игрок, а кто-то, будучи 1-м Q, скажет, что у меня очень низкий уровень игры. Сейчас у нас происходит определенная борьба на доске. И давайте, чтобы нас было интересно, рассмотрим вариант с ко-борьбой. Сегодня я вам показывал возможность ко-борьбы. В данном случае черные могут захватить камешек белых. Ну, предположим, белые проявили атаку на камень черных, и черные съедают камень белых. В этот же ход белым запрещено, по правилу Q, съедать камень черных обратно. Им надо играть в другом месте. Они могут создать какую-то страшную угрозу, например, на камень черных в этом месте. Это называется ко-угроза. И черным уж очень хочется на нее среагировать. Они, конечно, и белые камни вот так вот могут съесть. Тоже сильный весьма будет ход. Но они решили защитить свой камешек, и белые отъедают камень черных уже с атакой на этот камень. Черные защищают свой камень, и белые смогли соединиться. То есть вот так вот локальная ко-борьба, от которой зависело достаточно много очков, разрешилась. Давайте проведем сравнение по очкам, как бы это могло быть. Вот предположим, если бы черные съели эти камни, какую нам покажут, а белые съели этот камень. Какой был бы баланс? Оценку счет включаем. И белые ведут... Ну, не совсем корректно действительно считается. Давайте немножечко еще вот так вот замкнем контур. И сейчас нам сделают оценку счета более объективную. Да. Белые ведут на 18,5 очков. При таком раскладе они высочились в этом месте немножечко. И на самом деле они создали не такую же страшную угрозу для черных. Вот. А при раскладе, как у нас произошло с вами... Так, вот при таком раскладе, когда черные защитились, посмотрим оценку счета. И мы видим, что все очень сильно начало здесь по краю подвисать у черных. И белые ведут на 80,5 очков. То есть они очень даже неплохое преимущество имеют. Но это, конечно же, еще только начало, середина партии. Вот. И все может очень сильно измениться. Белые закрывают контуры своей территории. Ну и черным вторгаться либо сейчас, либо никогда. Им надо вторгаться в территорию белых. И любой ценой выживать. Как я уже говорил сегодня, чтобы выжить, надо обязательно построить территорию с двумя глазами. Ой, велик соблазн сейчас за белых построить. Тыкнуть камешек сюда, и группа черных не выживет. Скорее всего, не выживет. Ну, очень маловероятно, у него будет шанс. Но у белых есть слабые точки здесь. Дело в том, что если белые тыкнут здесь, то черные сюда. Белые так. Ну и черным, скорее всего, будет не убежать. Хотя, 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 всяко может случиться. Нет, черным все-таки в этой ситуации не убежать этими камнями, не убежать этими камнями и не построить два глаза. Вот давайте убедимся, мы потом немножечко отмотаем эту ситуацию. Белые мешают в построении двух глаз. То есть, если белые сейчас ходят в другом месте, то черные построят группу с двумя глазами. Вот, если будет вопрос, задавайте по ходу партии. То есть, я хочу, чтобы вы сейчас подняли ценность двух глаз и как можно свести группу к одному глазу. Белые мешают в этой точке, черные здесь. Здесь такая какая-нибудь борьба. Здесь этот камень не строит второй глаз, потому что здесь в одни-таки ситуация ко. Ну, например, будут убивать эту группу. Белые могут отъесть этот камень и по ситуации ко черные нельзя будет съесть эту группу. Ну, и такие вот вбросы, группа погибнет. Вот. Предположим, черные начнут где-нибудь альтернативную вбросу создавать на захват вот этой большой группы. Вот. Белые седают этот камень. Черные. Черным особо здесь не стоит суетиться. Белые бросают, черные убивают, белые убивают. Но черные смогли просочиться на эту сторону. Белые так. Давайте немножечко поможем. Ну, не будем, на самом деле, никому подыгрывать. Как будет идти партия, так пусть она и идет. С переменным успехом. Пока что очень хорошая ситуация для белых. Вот они захватили много очков территории здесь. Здесь, ну, черные продолжают... Да, действительно, у многих видеотрансляции линии недостаточно четкие. Можно, конечно, запускать трансляцию через ГОК и ГСервер, но тогда вам понадобилось бы обязательно установить себе это приложение. Я боюсь, не все участники нашего вебинара оперативно могут это сделать. Пока что, ну, небольшой такой дефект. Пусть он есть. Итак, белые ходят здесь, черные закрывают, белые закрывают эту слабую точку, и черные делают такой вброс. Вот такой вот приемчик, он на языке ГО, в терминале ГО, называется прыжок обезьяны, что-то называют бешеная обезьянка, потому что очень сильное такое проникновение в территорию белых. Черные просто всегда могут соединиться с этой группой. Вот. И очень сильно заползти в территорию. Сейчас черные надо спасти эти камешки. Белые где-то здесь. У нас уже потихонечку партия подходит к финальной своей стадии, когда ходы делаются плотно, и идет борьба за малейшие единичные очки, за небольшую территорию относительно. Так, где еще белые? Белые могут погрожать на этом краю доски, защищаются, черные защищаются. Белые здесь немножечко протолкнутся, защищаются, черные защитились. Вот вместо глухих таких соединений часто можно применять вот такое гибкое достаточно соединение. Вот эта форма называется цапля. Вот. Если белые сюда сходят, то просто захватят этот камень, так что такой способ защиты, он тоже достаточно эффективный. Вот. А такой глухой способ он позволяет еще какие-то хитрые штуки со вторжениями белых, но на самом деле они здесь уже не должны сработать. Вот. Предположим, черные закрылись на глухо, в этой ситуации не так важно. Белые закрывают здесь слабую точку, которая не такая уж слабая. Ага, кто-то комментирует мой рейсинг. Наверное, да, это из наших игроков. Итак, для белых здесь действительно не обязательно было соединяться. Черные ходят здесь. И делают небольшую угрозу на белые камни. Если белые не заметят эту угрозу, то черные просачатся на территории белых и откушают вот эти вот камешки. И черным придется заново отстраивать свою границу. Но и у черных есть свой прием на это. Они поугрожали на этот камешек. Сейчас белые не могут вырваться, потому что у них сидят все равно эти камни. И лучше играть где-то здесь и отдать эти камни. Белые скушали больше, вернее, черные скушали больше, чем белые. Белые съели 3 камня, черные съели 4 камня. Очень такое кровопролитное у нас сражение что-то получается сегодня. Так, где еще остается поиграть по границам? Белые пытаются посочиться здесь. Тут у нас снова возникает коборьба. Белые здесь, черные закрывают коборьбу. Белые так, черные сюда. Белые угрожают захватить эти камешки. И надо соединяться. Еще немножечко борьбы здесь. Итак, что у нас получается? В таком быстром режиме черные могут подтаковать все эти камни. Да, сегодня, похоже, у нас партия очень такая ожесточенная, с большим количеством жертв. Да, кстати, давайте я вам покажу один из хитрых тактических приемов. Даже интересно, опытные игроки сейчас мне могут подсказать хорошую точку для хода черных. Куда сейчас лучше всего сходить черным? Наверное, это будет их последний шанс перевести баланс в свою пользу. Давайте посмотрим, кстати, предварительную оценку счета. Пока что белые ведут на 25,5 очков. У них действительно получается побольше территория. Но это пока что получается. Покажите мне, пожалуйста, ход. Просто некоторые из игроков писали в начале нашей встречи, что у них 1-й кю, 10-й кю и выше. От этих игроков мне бы сейчас интересно увидеть вашу быструю реакцию. Куда здесь надо сыграть черным? Срочно. Такой хитрый тактический прием, прежде чем я его покажу. Есть идеи? Если у сильных игроков нет идей, напишите нет, и я быстренько его покажу. Не будем долго ждать. Куда сейчас сходить черным? Ход черных, ход черных у нас. Я жду ваших идей. Просьба быстро оценить позицию. Считаю до 10. Если хороших ходов не будет, то я показываю это место. Вниз. Вниз справа. Где-то здесь. Ну и куда же здесь нам сходить? Ну давайте попробуем, что нам терять-то. Черные пытаются построить территорию, а вдруг получится, вдруг получится. Ну я не знаю, белый там даже где-то есть играет. Черные так. Хорошо. Тогда я задам вопрос для начинающих игроков. Куда сейчас важно сходить с белым? Обратите внимание, у нас есть координатная сетка от А до Т и от единички до 19. Я не знаю, насколько четко у вас ее видно. И куда сейчас вот, ну подскажу, в этом правом нижнем углу надо сходить. Да, за это время сильные игроки нашли решение моей предыдущей задачки. Ну давайте мы отметим три варианта, чтобы вам проще было ориентироваться. А, Б, С. Куда сейчас сходить с белым? Вариант А, вариант Б, вариант С. Это вопрос для начинающих игроков. Да, вариант Б, правильно. Потому что это лишает черных возможности построить группу с двумя глазами. При любом другом варианте черный съедает камень и у них получается группа с двумя глазами, которая невозможно убить. Вот, поэтому правильно вариант Б, после чего черные здесь не живут. Подположим, нейтральные ходы здесь. Белые вбрасывают, черные убивают, белые вбрасывают, черные убивают и белые добивают группу. Конечно, в реальной партии вам не обязательно заниматься с такими добиваниями. Достаточно того, что у вас есть понимание, что у этой группы нет двух глаз после того, как белые выбили ключевую точку. Итак, да, наши сильные игроки нашли хороший ход за черных. Это ход вот сюда. Точка А8. Он угрожает захватить камни белых. У них остается последнее дыхание. И инстинктивно белые могут, конечно, защититься. Но тогда черные ходят здесь и снова у белых остается последнее дыхание. Они съедают камешек. Черные опускаются здесь и вот эта локальная группа попала в окружение. У нее осталось одно дыхание внутри. Белые ходят здесь и черные съедают эти камни. Али оп! И черные отыграли достаточно приличное количество очков. Белые ходят здесь. У черных еще вот такие вот интересные моменты есть. Что-то нехорошее из этого, чую, может получиться вообще для белых. Ой, что-то мы какие-то страшные ужасы вообще натворили, честно говоря, для белых. Им уже практически очень сложно будет выиграть в этой партии. Ну давайте так, черные сюда. Да, все. Белые умерли, конечно, здесь без каких-либо шансов. У них получилась опять-таки группа с одним глазом. Вот так все шустро может развернуться. Итак, ну давайте попробуем помедитировать над этой ситуацией для начинающих игроков. Зададим опять же вопрос. Куда сходить сейчас? Так, чей у нас сейчас ход? У нас сейчас ход белых. Ход белых лучше в точку А, в точку Б или в точку С, или в точку Д. Как вы думаете, начинающие игроки, которые сегодня только впервые познакомились с правилами игры ГО? Сейчас вот, чтобы отделить варианты старого опроса и нового. Девятый кью это не начинающий. Девятый кью, я уверен, уже видит, куда совершенно однозначно надо ходить белым в этой ситуации. И вот сейчас у нас за какой из вариантов больше голосов наберется, туда мы и ставим камешек. Либо в точку А поставим камешек белых, либо в точку Б, либо в точку С, либо в точку Д. Ну а за черных я потом сделаю правильный ход. Так, у нас есть вариант в точку Д. Даем одну минутку на опрос. Минута пошла. Ждем ваших вариантов. У нас в чате достаточно много участников. Надеюсь, они сейчас все подойдут к монитору, а не только слушают мое вещание. И предложат свой вариант, куда сходить белым. Сейчас у нас на доске ход белых. Ход белых. У нас пока что варианты Д, А рассматриваются. Ну надо, чтобы у нас получилось перевес хотя бы в один из вариантов. Так, ну ребят, давайте поактинеть. Менять на С нельзя, мы будем сейчас рассматривать варианты Д, А, С. Чтобы добавить немножко интриги, у нас уже три варианта хода рассматриваются. Вот за какой из вариантов будет больше голосов, хотя бы на один. Вот сейчас, например, за какой-то из вариантов два голоса придет, и все. И мы туда ставим камешек белых. От этого на самом деле зависит, кто победит в этой партии. Скорее всего, уже очень однозначно. Нам нужен еще один вариант. Ну что ж, у нас пришел еще один вариант. Так. А, ну он пришел уже от того же игрока. Оба игрока поменяли свои мнения. Два игрока поменяли свои мнения. На вариант С. Ну что ж, так и быть, мы поставим камешек в точку С. Это действительно убивает всю группу черных, и для белых спадает какая-либо угроза. Вот. Это вариант был совершенно верный в этой ситуации. При варианте Д черный седает белый камешек, и потом все это благополучно помирает, группа белых помирает. Варианты Б еще хлещие. Черные сразу убивают эту группу. Вариант А ничего не решает, потому что черные успевают сесть в этот камень, и группа белых рано или поздно все равно погибает. Вот. Но мы пришли к варианту С, и белые, благодаря нашим размышлениям, побеждают в этой партии. Сейчас мы в этом убедимся. Но тем не менее, у нас еще есть несколько таких ходов, которые можно сделать. Сейчас, уважаемые игроки, видите ли вы, теперь подходящий ход, куда стоит сыграть. Ну давайте я также отмечу несколько вариантов, чтобы у нас получалось режим живого общения. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х. Надеюсь, вам всем хорошо видно буквы. Это просто до вскидки такие варианты, куда играть белым в данной ситуации. Сейчас ход белых. Вот какой первый вариант напишут, туда я и поставлю. Жду ваших вариантов в чате. Но опытные игроки тоже могут подсоединяться. Это вопрос внимательно. Вплоть до 10-го Q, такие ошибочки порой иногда допускаются. И Е. Ну да, совершенно верно. Надо все-таки спасать эту группу. При любом другом варианте черный отъедает вот этот вот хвостик у белых. Е. Так что мы сделали ход Е. И это совершенно верный ход. Давайте смотреть, есть ли еще какие-то варианты махинации. Нет, здесь черные уже не могут вторгаться. Какие-либо еще моменты. Ну что ж, я больше не вижу хороших ходов за черных. Я склонен сказать пас. Черные говорят пас. Белые говорят пас. Потому что у них тоже нет хороших ходов. И время почитать, кто же выиграл в этой партии. Нажимаем оценку позиции вот так вот. Отмечаем те камешки, которые одиночные остались пленниками. И мы видим вот эту территорию и вот эту территорию черных. Остальное белых. И у белых 131 с половиной очков. Это включая коми, включая всех тех пленных, которые были захвачены в процессе игры. Когда вы играете онлайн на КГС, считается именно так. Это пленные плюс ваши очки территории плюс коми. У белых 121 очко территории. Белые победили на 9 с половиной очков. На 10 с половиной очков в этой партии. Надеюсь по этой партии вам все понятно. Ну и кстати, давайте эксперименты ради проверим вариант. Вариант, если белый ходит. Если бы у нас была такая ситуация, то по оценке... Так, ну даже не по оценке счета, а по оценке ситуации на доске. У нас был бы такой расклад. И уже в этой партии у черных было бы 143 с половиной очка. 143 очка, а у белых 130 с половиной. И в этой ситуации черные побеждали на 12 с половиной очков. То есть вот видите, от одного хода в партии, от одной ошибки, от одной невнимательности иногда может зависеть исход. Играли, играли всю партию. В конце просмотрели опасную точку. И партия развернулась с точностью до наоборот. И вы отдали победу сопернику. Или наоборот, вам улыбнулась удача. Это вот единственный формат удачи, который может случаться в игре Го. Когда вы, скажем так, когда ваш противник ошибся. Но когда вы играете уже на более серьезных уровнях, на ошибку рассчитывать нечестно, не особо стоит. И даже вполне благородно считается дать возможность сопернику переходить, если он это попросит. Но опять же считается не очень достойным просить ход назад. Даже если вы случайно не туда кликнули, даже если вы случайно не туда поставили камешек, задумались, отвлеклись, то все равно это ваш выбор. То есть вы поставили ход, и каждый ход в Го, это как поступок совершенный, его нельзя отменить. Слово вылетит не поймаешь, ход сделан не вернешь. Я очень надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний вебинар. Просьба оставить свои отзывы, свою обратную связь на вкладочке опросы. Обязательно проголосуйте там. Все необходимые ссылочки я скидывал в чате, вы можете пролистать и увидеть их. Мы возвращаемся к нашей презентации. По-большому это все, что я сегодня вам хотел рассказать об игре Го. Если остались вопросы, я отвечу на них. На данный момент я завершаю запись. Благодарю вас всех за участие. До новых встреч на наших последующих вебинарах. С вами был Бычков Леонид, президент спортивной федерации ГОС Амарской области. До новых встреч. Хороших вам партий.